Ну вот я наконец-таки и выползла из дома. Я сейчас решила снять, не выходя еще на улицу, потому что там дождь. Что у меня в сумке, я не могу понять, что такого тяжелого. Вроде все нужное, вроде ничего лишнего нету, да? А вечером уже у кого там праздник удался, у кого не удался, у кого-то может быть настроение не очень хорошее, решили его и мне попортить. Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сегодня я собралась идти на стрижку. Ну, прическа у меня сейчас такая, как сказать, импровизированная вот такая вот причесочка. Ну, после стрижечки посмотрите, что будет. Вот, и еще я хочу сейчас накрасить губки новой губной помадой. Дочь я принесла мне заказик Фаберлик, она мои заказики забирает сама. И посмотрим сейчас заодно, что там я заказала, потому что я собираюсь сейчас постирать детское белье, а заказала я пятновыводитель, очень хороший, кстати, я его заказала уже не первый раз, у меня дома есть, но надо, чтобы был здесь. Один уже закончился, заказала еще. Ну, давайте покажу вам сразу уже все, что я там поназаказывала. Заказала еще вот такую вот силиконовую форму для выпечки, потому что есть у нас противень, но противень большой, там можно какие-то цельные куски ложить, а вот если жидкое тесто, ну, типа вот как запеканку, да, ну, нету формы, а вот эта форма очень будет удобная. Сейчас посмотрим, распакую. О, кстати говоря, вот эти бортики довольно-таки плотные, потому что бывают формы, когда вот прям вот раз, ну, слишком мягкие, а здесь вот так бортики прямо такие нормальненькие, вот с ручками, ручки тоже такие довольно плотненькие, хорошие. И вот размер формы очень даже для запеканочки, для шарлоточки очень хорошо подходит. Ну, класс, класс. А вот и пятновыводитель, вот кислородный пятновыводитель. Хочу вам сказать, у кого детки есть, и кто стирает детские вещи, я добавляю это в порошок, просто в стиральную машину, половина порошка, половина вот этого пятновыводителя. И очень хорошо детские вещи выстирываются, вот эти вот пятнышки, которые вот дети постоянно пятна себе ставят на одежде. И здесь еще есть ложечка. Вот такая вот ложечка, вот она здесь прямо в нем лежит. И это удобная ложечка, вот она как раз и для порошка, и для пятновыводителя. Вот. Без него стирать, ну, смысла нету. Я вот стирала без него, пятнышки остаются. И вот поэтому я заказала, и чтобы был еще, потому что закончился. Девочки, что еще я заказала, чтобы было здесь? У меня дома есть шампунь Ботаника, я им пользуюсь уже давно. Но он там есть разных разновидностей, там для тусклых волос, для таких волос. Ну, вот для окрашенных волос, для мелированных волос шампунь и такой же бальзам. Я заказала, чтобы был здесь, потому что, ну, дочкины шампуньки мне не очень-то подходят. А этот очень хорошо мылится, хорошо смывается, хорошо промывает волосы. Мне нравится. И вот я заказала сюда опять. Еще я заказала мыло от запаха. Мыло для кухни от запаха. У меня дома есть. Я опять заказала сюда, чтобы оно было здесь. Потому что оно очень помогает, когда особенно мы рыбу там кушаем, селедку или что. Помыть нож там, помыть доску, я не знаю, посуду, тарелку. Сразу удаляет запахи. Даже с рук, руки помыть и все. И нет вот этого рыбного запаха. Ну, или любого другого неприятного запаха. Ну, в общем, это для всех поверхностей подходит. И для посуды, и также для рук, и для всего. Вот. Будет здесь у меня прямо сейчас поставлю. Еще заказала вот эту вот мочалочку. У меня дома мочалочка есть. Здесь она тоже есть, только она уже такая старенькая. Я решила обновить новенькую мочалочку. Заказала варежку. Очень она, кстати говоря, нежная. Она нежнее, чем в этом фикс прайсе. Там немножко пожестче. Ну, кому пожестче, тому пожестче. Вот это прямо не царапает кожу. Она приятная на ощупь. И вот это вот такая перчаточка-мочалочка. Перчаточка. Распакую. Покажу. Вот она. Вот она перчаточка. Хорошенькая. Ну, еще влажные салфетки для интимной гигиены. Это с молочной кислотой. Ну, они бывают иногда нужны. Там просто я положу, и пусть они там лежат. Тоже у меня есть. Я пользуюсь это, чтобы было еще здесь для меня. Вот. Ну, еще, девчата, заказала я губную помаду. Заказала карандаш. У меня губная помада здесь есть. И не одна. Но цвет мне захотелось какой-то такой натуральный. Я вообще-то дома, когда нахожусь, я не люблю украситься. Ну, как бы незачем. А иногда бывает нужно немножко вот губки обозначить, чтобы они были. И натуральный старалась выбрать тон. Но сейчас посмотрю, натуральный или ненатуральный я выбрала какой. Сейчас надо накрасить. А, карандаш еще хочу сказать. Я заказала именно такой, который выдвигается. Который не надо точить, потому что точилка у меня дома есть аж даже две. Здесь я сейчас не могу найти точилку, поэтому я заказала такой, который выдвигается. Ну, там три цвета было. Из них вот натуральный вот этот вот я выбрала. Ну, насколько он натуральный, это мы посмотрим сейчас. Это я буду пробовать. Вот. И губную помаду я сейчас хочу рассмотреть, показать. Какой-то идет цвет. И накрасить хочу. Вот выглядит он как бы натуральным. Как он будет смотреться на губах? Как он будет смотреться на губах? Я хочу это как раз-таки проверить. Я смотрю по цвету, она вроде бы с халатиком с этим сочетается. Надо взять зеркальце и проверим сейчас. Как он будет смотреться на губах? ну карандашик довольно чётенько так проводит линии хорошо губную пробу довольно таки приятный цвет и он действительно на самом деле очень сочетается вот с этим цветом прямо как будто к этому халату подбирала но такой приятный вот цвет как раз таки вот весенний вариант уже как солнышко вы выглянет и вот на улице пройтись мне нравится ну и по дому тоже тогда кому нравится сейчас скажу что это за помада кстати говоря колпачок примагничивается примагничивается сам закрывается и не выпадает прикольненько здорово девочки чтобы лучше видеть так какая у нас помада 40 620 хидра и в общем короче я такой чтец смотрите вот когда что-то шумит фокус не хочет фокусироваться но вроде бы там сфокусировался на какое-то время я надеюсь вы разглядели да что это за помада ну вот так вот выглядит коробочка и вот артикул 40 620 артикул ну а карандаш собственно говоря там всего три карандаша таких и этот идет романтический натурал романтический натуральный цвет ну карандаш тоже нормальный вообще мне нравится главное то что точить его не надо выдвигается и кстати карандашик к этой губной подходит он не темнее он такой действительно натурального цвета и к этой губной подходит в общем губная мне нравится хороший ну и еще осталось у меня два парфюм чека которые заказала у нас приближается 8 марта и в общем то подарочки я уже кое кому приготовила кое кому нет не буду говорить кому чего буду дарить но парфюмерная вода променад парфюмированная вода для женщин променад а другая называется каори ну все вот такие вот подарочки будут ладно мои хорошие вот эта сирена она конечно у нас то сверли то сирена ну уж извините девочки на фаберлике оставлю ссылочку внизу кому интересно заходите заказывайте там очень хорошие скидки очень много интересных таких вот вещиц для как раз таки на подарки к 8 марта и девочки и мальчики заходите туда по ссылочке вот ну а что я дальше сегодня собираюсь сделать я уже готовлюсь скоро пойду на стрижку возьму вас с собой но еще хотела вам показать каталожик следующий период у нас уже начинается 24 февраля и вот такой вот так выглядит новый каталожик надо полистать что-то заказать еще свеженькое на потом ну вот я наконец такие выползла из дома последнее время что-то мне из дома выползать такой не кайф не знаю я на улицу гляну там как-то холодно пасмурно сыра а дома так уютненько комфортненько ну когда на работу ходила конечно же ходила на любую погоду непогоду а сейчас видно уже вот это все поднадоело и так комфортненько дома сидеть ну в общем вылезла я я уже приехала в салон сейчас пойдем наводить порядок на голове потому что на голове сейчас полнейший беспорядок что мне там сделают ну я не знаю я все время к одной той же хожу обычно она мне делает все нормально хотя знаете как бывает у мастеров всегда по-разному чего-нибудь получается может чего не так будет я думаю хуже уже некуда потому что все торчит в разные стороны челка в глаза это мне уже надоело подбешивает иногда поэтому я уже решила что пора стричься вообще давно уже пора было стричься но я ждала вот чтобы пенсия пришла и пойти уже подстричься нормально с пенсией чтобы последние не тратить на стрижку девочки что еще хотела вам сказать я вчера отключила комментарии в начале комментарии вроде бы как нормальные были я там отвечала на вопросы потом посыпались неприятные какие-то комментарии и ближе к вечеру посыпались прям один за другим комментарии ну очень неприятные и они мне знаете сначала как бы начали раздражать потом прям уже я разозлилась честно говоря и думали бы либо я сейчас пона отвечу что-то такое почему потом мы и жалеть не хочется игнорить не могу и удалять я же не могу тоже ну как бы многих я могу там один-два комментарии совсем уже удалить но потом думаю закрою-ка я комментарии потому что 23 февраля знаете утром люди в эфирии в хорошем настроении а вечером уже у кого там праздник удался у кого не удался у кого-то может быть настроение не очень хорошее решили его и мне подпортить вот ну и поэтому я взяла их и закрыла здесь я комментарии оставлю открытые но честно говоря я все равно оставляю за собой право удалять комментарии блокировать пользователей которые мне какие-то ну совсем прям нехорошие вещи ну понимаете я я читаю комментарии да я сразу по комментарии понимаю это человек мне друг или не друг если не человек не друг ну нафиг мне это нужно я каждый раз буду натыкаться на этот комментарий мне будет портиться настроение я лучше просто заблокирую все мне легче от этого станет ну и потом я считаю так не нравится мой канал не нравлюсь я но не надо смотреть и не более чутка писать вот в общем короче говоря пошла я время моё подошло уже пошла я стричься ну вот мои хорошие я и подстриглась стала как раз специально к зеркалу чтобы видно было сзади как у меня ну вот такая стрижечка которая мне нравится и удобно уложить и удобно помыть ну и смотрится аккуратненько да я сейчас решила снять не выходя еще на улицу потому что там дождь сейчас я под дождь попаду на голову обязательно чего-нибудь натяну даже капюшон и домой приду уже будет совсем не та прическа вы его сами увидите а сейчас ставлю моя челочка вперед все что я хотела вот так хорошо мне напишите в комментариях я решила получше разглядеть прическу свою но вообще у меня знаете волосы вот они как бы должны вот сюда ложится они мне сами по себе уже туда уходят назад ну кто-то у меня спрашивал что за стрижка но это как бы коры на ножке получается вот как то так я не знаю но сзади вот короткая стригу и чтобы здесь немножко было чуть-чуть приподнято здесь она так ушки чтоб закрыты были прошу ну и челочку я люблю вперед когда она падает не люблю я на бок никак вообще вот такая причесочка у меня теперь у меня настроение улучшилось затем джечи неприятно когда стрижку сделаешь если стрижка хорошая удачная и настроение поднимается а то он у меня с утра была не очень и губная у меня новая она как раз калатику подходит в общем женщина прихорошилась чуть-чуть говорят помолодела ну все девочки когда я пошла парикмахерскую я схватила быстренько сумку думать что-то она у меня тяжелая взяла как ее думаю что такое тяжелое кстати эту сумку вы видели это спортмастера сумка ну это она у меня зимой я ношу она такая темная под одежду подходит что у меня в сумке я не могу понять что такого тяжелого вроде все нужное вроде ничего лишнего нету да сейчас я открою посмотрим вместе что там у меня лежит вообще кстати дэнечка у нас выздоровел дады уже бесится баллы не слушается плохо ведет иногда да не говорит нет так ну ладно открываю посмотрим что у меня тут нужного ненужного шапку я беру с собой потому что вдруг ахам будет мне холодно но я ее не одела на одевай бабушкину шагу не можешь поносить пока но одевая девайки в коробочку решил запихнуть она туда не влезет ну ладно хорошо ношу вот эту замшу с собой а знаете почему я в машине не оставляю потому что если мороз она просто там замерзнет и станет колом и тогда я не смогу протереть стеклышки а я люблю чтобы они у меня были чистые у дочки вечно стекла грязные но там раз-раз дворниками промыла и все я когда вот в машине еду я хочу снимать а мне надо чтобы были чистые у меня стекла всегда чистые вот ну тряпочку нашу сюда с собой а потом затем я когда протру стекла она запачкалась и и все равно надо домой принести помыть поэтому она мне бултыхается все время сумки но она как бы не занимает по весу много ничего что ли тут тяжело еще а водичка водичку с собой ношу девочки потому что бывает куда-то там зайдешь где-то там будешь какое-то время по магазинам или что пить хочется и поэтому я с собой ношу все время водичку ну как бы тоже вес немножечко имеет тоже вот она видно знаете тяжелое черни еще тяжелая ну это не косметичка это просто такая знаете сумочка и тут у меня лежат какие-то мои справки там я не знаю какие-то может быть документы блокнотик вот тоже все время что-то нужно записать ну чтобы эти бумажки там не мялись в сумке не пачкались я их вот в такую маленькую сумочку положила и вот они у меня лежат просто отдельно косметичку с собой не тоже не таскаю но у меня тут что-то из косметики губная там валяется просто в кармашке а сейчас большое отделение на большое деление вот этот кошелек вы у не видели его ну как бы он сам по себе наверно нелегкий но в нем ничего особенного нету карточки всякие там и не знаю скидочные карточки ну просто кошелек и кошелек ничего в нем интересного нету наличности сейчас нету вообще-то никакой салфеточки для рук влажные вот тоже на шуток небольшая пачечка маленькая но бывает нужны протереть ручки а у меня здесь еще батончик ну в общем такой вот батончик это наш на всякий случай просто если не захочется покушать где-нибудь в торговом центре что-то поесть и открывать . ну этот батончик не для детей я тебе сейчас дам другой другой дам батончик хорошо детский дальше у меня подзарядка нас время валяется в сумке но она всегда нужна может пригодиться мало любых заводить по зарядочке еще салфетки сухие салфетки какие-то уже знаете носит так мы здесь у меня все здесь у меня все здесь уже пусто теперь большое отделение открываем здесь тоже что-то тяжеловато сумка еще тяжелая а мне тут фонарик кстати он нелегкий металлический он еще работает интересно он валяется уже здесь давно вообще горит но это зайчик если вечерком там иду бывает где-то темно что-то подсветить в машине бы его оставить но из-за того что там бывает мороза может батарейка быстрее короче ношу сумки зачем машины не сутки так тут у нас уже какие-то надавали визитки это мебель мы смотрели вот визит очки надавали на я помада гигиеническая всегда нужна всегда теперь у меня губная помада лежала вот это и появилась новая но это вот было раньше фаберлика и а это вот сегодня сегодняшняя с собой открыть давай так ну что же еще у меня такое большом кармашке есть ручка ручка нужно все нужно понимаете все нужно одноразовые перчатки это еще от краски у меня я ложила сумку и тогда еще когда собиралась учета красить сделать на всякий случай вот лежат но они люди после же флешка но флешка деловому человеку всегда нужно мало ли что скинуть так ну и все в общем то что еще тут я-то думала что они у меня обе дома одна у меня в сумочке лежит это поточить карандаш который для корту я взяла заказала карандаш и который выдвигается и забыла что у меня это точилка ну тут просто так но этот магнитик это от моего подъезда и тут одна у меня такая конфеточка карамелечка лежит ну и все собственно все нужно тут ничего не нужного нет а у меня еще правда в другом кармане у меня лежат ключи ну вот собственно говоря и все посмотрели мой сумку все нужное тяжелое но буду таскать но принципе я сильно не таскаю это на машине вот ну и все мои хорошие я хочу на этом видео свое закончить хочу скорее чтобы эту стрижечку мою увидели а то что я комментарии вчера закрыла ну правда я честно говоря очень сильно огорчилась потому что уже к вечеру ближе комментарии стали уже один другого лучше просто и настолько расстроилась настолько огорчилась что просто решила и просто закрыть от греха подальше чтобы уже не отвечать и не читать вот это безобразие которыми там уже начали писать на этом свое видео заканчиваю кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока скажи всем пока 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 и